I give the floor to the representative of the Russian Federation. I give the floor to 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 the Russian Federation. пунктах места приема и размещения беженцев на полтора миллиона человек. В провинциях Алепа Дамаск и Хама реализуется государственная программа по восстановлению территории, освобожденных от боевиков. Эти усилия сирийского правительства, зажатого в санкционные тиски Запада, заслуживают поддержки. Однако западные коллеги с упорством, достойным лучшего применения, делают все возможное для искажения реальности, политизирования этого чисто гуманитарного сюжета, запугивания потенциальных возвращающихся и распространяют при этом фейковые новости. Хорошим примером этого стало выступление моего американского коллеги. Чем быстрее наши коллеги перестроятся на нормальную конструктивную волну, тем лучше будет для простых сирийцев и их соседей в регионе. Параллельно с этим мы читаем в сводках УКГВ ООН об увеличении крайней нищеты находящимся под контролем террористов Идлеве, даже среди работающего населения. Неудивительно, что в Анклаве начались уличные протестные настроения среди стремительно растущего количества голодающих мирных граждан, которых недобитые боевики по-прежнему фактически держат в заложниках. Из последних примеров абсолютно рабовладельческого поведения идлевских бандитов отказ выпустить группу из 50 подростков, изъявивших желание поступить в вузы в Алеппо и Дамаске. Коллеги, радеющие в Совбезе по поводу и без повода за права детей в защиту образования, надеемся, что вы выскажетесь и на этот счет. При этом не можем не отметить стабилизацию обстановки в ДРА. Свыше 70% ВПЛ вернулись в свои дома, открылись школы, гуманитарщики возобновили свои регулярные операции. На этом фоне, конечно, тревожно наблюдать за происходящим в Вальхоуле и Рукбане. Призываем коллег оказать, наконец, воздействие на своих подопечных. Аналогичную тревогу в контексте многочисленных нарушений МГП и прав временно перемещенных лиц вызывает ситуация на севере Сирии, в районах Рассель-Айн и Тель-Абет. Господин председатель, в завершении хотел бы призвать всех не забывать, что совсем скоро нам предстоит решать вопрос о будущем трансграничке. Мы будем принимать решение о продлении или непродлении ТГМ беспристрастно, опираясь на факты и достижения в русле положения резолюции СБ 2585. Пока с ее выполнением есть большие резервы, а времени остается все меньше. Мнимые или притянутые за уши так называемые успехи в зачет не пойдут. Надеюсь, что это понимают и наши коллеги в секретариате ООН. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...